Плохая погода Второй мутатор, пожалуй, такой достаточно жесткий, это разломы, из которых появляются кучи противников. Я, не задумываясь, на этой карте выбрал именно Каракса. Дело в том, что даже имея два хороших атакующих персонажа, очень, скажем так, четко и быстро уничтожать эти осколки, разломы, достаточно тяжело. Поэтому все-таки решил понадеяться на то, что я буду защищать, но союзик мой будет уничтожать противника, собственно, осколки, разломы и так далее и тому подобное. Дело в том, что этот мутатор я бы охарактеризовал как сложный, потому что зачастую у меня за всю игру я разве что пару раз посмотрел, чем занимается новая. В силу того, что было настолько жестко, что я занимался, в общем, только защитой и, скажем так, своими делами, что вообще, собственно, даже не обращал внимания на новую, потому что у меня как бы свои головные боли были, скажем так, свои заботы. Хочу отметить, что на этой карте нужно как можно быстрее воткнуть фаржу, потому что противник приходит достаточно быстро и, собственно, нам нужно сделать оборону. Не стоит затягивать с этим в силу того, что помимо тех выходов противника, которые будут, собственно, тут еще достаточно быстро появляются разломы, из которых прут войска противника. Собственно, если вы будете к этому не готовы, то вам легко смогут отпустить оборону и вы проиграете. Я, собственно, уже знаю этот мутатор, делал упор именно на оборону начальную, то есть в начале я как можно скорее развивался, делал оборону на центре, но уже потом все остальное. То есть я имею ввиду про захват второй базы. Он здесь немножко подождет, то есть с ним спешить не нужно, потому что, еще раз повторюсь, те выходы, которые идут на наши базы, если мы где-то просачкуем, то, собственно, это все очень печально закончится. Нова потихоньку тоже развивается. Пошел на вторую базу. Что это такое с рабочими, что ли? Что за дичь? Ну, так или иначе, мне кажется, что Нова поторопилась, потому что, опять повторюсь, и те разломы, и те осколки, в общем, куча войск, и, так скажем, быстро рваться на вторую базу, это очень опасно. Фишка в том, что мне нужно, получается, дефить как центр, а также захватывать себе вторую базу, также дефить ее, и поэтому какое-то время я не могу Новой помогать в защите второй базы, ее второй базы, да? И то есть, то, что она быстро поломилась, это, ну, не знаю, очень, может, опасно, то есть, я ей никак помочь не могу в защите. Ну что ж, тут достаточно просто. Две потонки, которые ломают камни, как основные, так и на газу, и также подстраивают дополнительные защитные вышки, которые помогут в обороне. Имейте в виду, что осколки появляются вообще рандомно, могут появиться и здесь, и здесь, хоть где, поэтому будьте к этому готовы. Нова потихоньку выдвинулся уже чухать осколки. Опять же, повторюсь, я Зоновой вообще не следил, чем она занималась, но так как мы прошли, собственно, эту карту, значит, парень играл очень хорошо. Ну да, действительно, играл очень хорошо, единственное, может, не так хорошо уничтожал разломы, потому что бывали разломы, которые достаточно долго держались, но, тем не менее, парень хорошо уничтожал осколки, то есть, выполнял, как бы, основную свою функцию, и это здорово. На центре постоянные выходы. Дело в том, что хочу ответить, чем дольше осколок, собственно, находится, тем больше войск он порождает, тем жестче эти войска, то есть, изначально у вас там могут быть зелы какие-нибудь, да, потом могут пойти, я не знаю, там, имморталы, и такое будет, да, а потом могут и пойти гибриды, поэтому имейте в виду, чем дольше осколок живет, тем это, собственно, опаснее и чреватее для вас. Так что, если есть какая-то возможность их отпустить, то воспользуйтесь этой возможностью. Спасибо, Нова, за осколки. Дело в том, что здесь будет, примерно здесь, осколок, который будет достаточно долго держаться, и там под конец, конечно, будут такие войска, что, мама, не горюй. Но, так или иначе, я его выбью, но об этом чуть позже. Что касается дополнительных квестов, получилось взять только один дополнительный квест. Наверное, я забегаю вперед, да, говоря про дополнительные квесты, но, тем не менее. Второй дополнительный квест не взяли, ну и хер с ним, на самом деле, карта реально сложная, хотя бы прошли, и на том спасибо. Не знаю, была ли возможность взять второй дополнительный квест или нет, я думаю, что вы посмотрите это видео, как-то расцените. Была возможность такая или нет, или, может, мы ее упустили, а, может быть, и реально второй дополнительный квест взять было нереально. Опять же, повторюсь, я не следил за таймерами, не смотрел на новую, то есть у меня голова была полностью занята тем, чтобы делать грейды, там, не знаю, строить защитные вышки, и все в этом духе. С виду может показаться, что как-то все просто, да, ну, подумаешь, ты так же вышел на вторую базу, что-то где-то построил, на самом деле нет. А тут очень много таких заморочек было вот с этими войсками, то есть ты слышишь, база атакована, тебе надо резко переключаться, смотреть, какие там войска справятся, фотонки или нет, потому что, может быть, база атакована, ты не прореагировал, а там, не знаю, там шесть-семь имморталов, которые тебя продолгят всю оборону. Осколок пустоты нужно разрушить, пока еще не поздно. Тут еще куча осколков появляется, но сейчас новая, я думаю, что почухает их. Так, я кого-то уже тут пытаюсь отпустить с верхней панели. А-а-а, смотрите, на новую пришли. Но видите, как я уже говорил, она сильная, рано поломилась на вторую базу, то есть мне надо свою базу дефить, мне надо дефить центр, и мне надо, получается, застройку делать у новой. Но сейчас, так или иначе, резы у меня уже появились, потихоньку, потихоньку, сейчас будем дефить новую, потому что новая это наше все, то есть я как бы ничего не могу сделать в атаке, если нова умрет, да, то есть база новая упадет, вторая, то будет все очень печально. Сразу делаю очень много генераторов, очень много фотонок. Ребят, не забывайте этот грейд, это очень важный грейд, про него не забывайте, потому что энергия быстро закончится, судя по тем войскам, которые нас постоянно атакуют, и будет полная печалька. Ну что, к бою готово, телочка нова. Тут я сделал небольшую застройку, также не забывайте про тяжелые вышки, про них тоже забывать не нужно, лампочки обязательно стройте, для того, чтобы ускорять потомки. Фишка в том, что вихрь, когда наезжает на лампочку, даже если она в развернутом состоянии, он, собственно, это состояние убирает у нее, да, и поэтому приходится их постоянно разворачивать заново. Так, ну что ж, хорошо, здесь справились. На центре все хорошо, нова тут потихоньку чухает. Разломы эти, которые появляются, выход небольшой ко мне наверх идет. Часть войск нова принимает, ну как-то жестковато, по-моему, да, и морталы тебе тут, реведжеры, все, перемешку. Давай, девочка моя, давай, моя хорошая. Парень на позитиве и креативе врывается, ядеркой. Опять же повторюсь, ребята, то есть я сейчас то, что делает нова, смотрю в первый раз, потому что я занят был полностью исключительно защитой, да, то есть там грейды где-то подстроить, где-то фатунку построить, где-то что-то проконтролить, где-то что-то нужно сделать. То есть я вообще нове никак не помогал. То, что вы смотрите сейчас, это нова сама полностью. Я даже на нее не то, что не помогал ей, я даже на нее не смотрел, что она там делает. Поэтому мне даже самому интересно, что там на самом деле-то было. Ну, если исключить тот момент, то, что я полностью сдерживаю атаку с осколков, может быть, для новой этот мутатор не сильно жесткий, да, то есть, ну, смотрите, если вашу базу полностью дефают, да, то для вас получается работать только один мутатор, это вихрь. От которого, я думаю, что не так уж сложно уйти. Ну, не знаю. То есть, мне кажется, что основные, скажем так, силы противника как раз-таки лежат на моих плечах, чем нежели на нове. Так, тут все пустится. Ново, значит, щелкает следующий осколок. Появляются эти разломы постоянно. Ново тут немножко недоконтроливает. Ну, не страшно на самом деле. У новы тоже хватает там своих забот, скажем так. Так, я тут начал строить защитные вышки для того, чтобы отпустить дополнительный квест, потому что без дополнительного квеста, конечно, никуда. Ммм, чертяга. Сразу летит на мои фотонки. Это, конечно, большие потери по денежкам, пытаться отпустить дополнительный квест. Но дело в том, что у меня это вышло. Карту мы прошли. Так что я думаю, что мое решение, то, чтобы пустить дополнительный квест, оно оправдано. Чухаем, чухаем. Прошерстил, конечно, мне тут немножко фотонки, но ничего страшного. Восстановим. Так или иначе, у нас база уже вторая раскачана, так что мы можем себе это позволить. Ново совершает следующую атаку на базу противника. Тут вроде все спокойно, но на центре тоже все спокойно, все хорошо. Ну что, давайте посмотрим за новой, чем она там занимается. У новой, я думаю, что все хорошо. Успешно она продалбливает силы противника. Эти разломы, конечно, делают вырванные годы. Опять же, повторюсь, чем дольше вы тянете, тем из разлома выходят все жестче и жестче войска. То есть там Т-3 юнит, это вполне себе реально. Из разломов. Так, ну что ж, смотрите. Вот здесь какие войска появились у разлома. Просто из-за того, что он уже долго тут находился, я уже, знаете, у меня у самого пригорело. Думаю, какого черта? Тут уже по полпачки танков там, да, условно? То есть немножко прошерстил я войска противника. Фишка в том, что можно, конечно, да, до поры до времени там терпеть выходы с этих разломов, но когда уже пойдут, не знаю, там пачками юниты, ты просто уже не сдюжишь, да, потонки не сдюжат. Так, ускоряшка, хорошо. Я тут запилил два старгета, планирую, знаете, что сделать? Планирую построить фениксов для того, чтобы убить второй дополнительный квест. Забегая вперед, скажу, что у меня это не вышло, потому что фениксов я построил мало, да, урона почти они никакого не нанесли, в общем, не получилось, так скажем. Знаете, с другой стороны, можно фениксами летать и давать вижен на эти осколки, да, и уже с верхней панели их чухать. Что касается батлов, ну, не сможете вы построить, просто не хватит газа, потому что я изначально тоже думал, постройка батлов, но потом, когда начал строить фениксов, понял, что газа вообще очень мало, да, то, в общем, быстро я решил отказаться от этой идеи. Скоро у нас будут гости. Противник готовится обстрелять нас. Ну, вот, сообщает нам о следующем выходе, но тут выходы компьютера, это вообще ничто по сравнению с теми войсками, которые выходят, собственно, из этих разломов. Запилил, собственно, флитбикон, ну, и как и планировал, короче, строить именно батонов, но понял, что это прохладная история, и, в общем, решил отказаться от этой идеи. Хотя тогда не надо было строить флитбикон, потому что он тоже газа стоит. Выходы, выходы сплошные, везде и рядом. Чухаем, чухаем. Ну, вообще, со всех сторон черти прут. Вот этот выход я прощелкал. Короче, я увидел его достаточно поздно, но хорошо, что хотя бы поздно увидел, потому что это жесть какая-то. Смотрите, сколько войск. БАМ! Очень тяжело, потому что то тут, то там постоянно атаки, где-то услышал ты, а, база атакована, и ты думаешь, а, херня какая-то. Но на самом деле здесь ни хера, ни херня. Достаточно жесткая атака, нужно срочно сюда возвращаться, нужно возводить защитные вышки. Ну, по крайней мере, левый и правый край держатся. Нова пошла в атаку. Так, ну что ж, я тут уже немножко почухал его, а сейчас буду пытаться восстанавливать защитные вышки. Скоро откатится ускоряшка. Нова уже продолбила себя, а проход уже чухает осколки. Осколки, разломы, даже не знаю, как их правильно назвать. Не ваше, в принципе, да? Ну, осколки, да, по названию судя. Касту и ускорение заказал как можно больше фениксов. Сейчас как только ускоряшка закончится, можно пойти на дополнительный квест. Ну, хотя вы посмотрите, что у меня ничего не получилось. За новое, думаю, что нет смысла наблюдать, в силу того, что у меня там все хорошо, она прочухала противника. То есть, смотрите, я просто полетел на пофиг, да? То есть, просто дать вижен. Ну, если бы я играл с Артанисом, это было бы куда ни шло, да? То есть, у них был бы спасительный щит. Но, блин, не получилось, короче. Ну, смотрите, по таймеру, то есть, достаточно много времени еще осталось, так что я думаю, что можно было, да? Можно было дополнительный квест взять. Допустим, я бы вижен вот сюда новый дал, а на сюда ТП шнула с грифона. И мы бы отпусили. Вот и все. Парень новый играл очень хорошо. И, в общем, ребята, еще раз хочу сказать, что карта сложная, поэтому на легкую победу не рассчитывайте. Но, тем не менее, желаю вам удачи. Надеюсь, это видео вам поможет в прохождении. Подписывайтесь на канал. Большой палец вверх. Вступайте в группу ВКонтакт. Всем хорошего, позитива, удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok